МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Учитель года 2023. В СОРОЙ прошел финал муниципального этапа всероссийского конкурса. Праздник для ветеранов города. В Доме молодежи прошло торжество, посвященное 23 февраля и 8 марта. Я знаю ПДД. Госавтоинспекция провела акцию для автомобилистов. Далее расскажем по всем подробно. В СОРОЙ выбрали учителя года. В финале муниципального этапа всероссийского конкурса соревновались педагоги из 9-го интерната, гимназии номер 2, 3-го лицея и школы номер 16. Участники в творческой форме представили свое педагогическое кредо. Кто стал победителем конкурса, расскажем в следующем репортаже. Что делает учителя учителем с большой буквы? Согласитесь, это не только аттестат и высшее образование. О своем педагогическом кредо в свободной форме рассказали финалистки муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». За право обладать почетным званием соревновались педагоги Юлия Клочкова из 9-го интерната, Анна Панькина из 2-й гимназии, Юлия Слюсарева из 16-й школы и Ольга Баранова из 3-го лицея. Видеовизитки, танцевальные номера, красочные презентации. Секреты преподавательского мастерства раскрывали в самых разных формах. Педагогическое кредо – это вера в то, каким должен быть учитель. И тут начинается борьба между шаблонами, стереотипами понимания роли учителя сторонним наблюдателем и реальностью, в которую погружается тот, кто идет с ребенком рядом, хотя и стоит у доски. За плечами финалисток два непростых тура. В рамках конкурса они провели открытые уроки. Также экспертное жюри оценивало педагогические находки конкурсанток на этапе «Методическая мастерская». По сложившейся традиции, перед началом финального тура баллы не оглашали, чтобы не влиять на мнение членов жюри. По итогу всех испытаний наибольшее количество баллов набрала учитель химии лицея номер 3 Ольга Баранова, став победителем муниципального этапа конкурса. Результатов мы не знали никто, поэтому уверенности не было ни у кого. У нас до последнего момента, вот вчера была репетиция, нам сказали, что девочки, всем победы! Первые два тура. Урок я была довольна собой. Других финалистов я не видела, потому что уроки были все за закрытыми стенами, только комиссия, мы и дети. Методическая мастерская. Все, по-моему, выступили достойно. Каждый предложил свои идеи. Мне кажется, все молодцы. Ольга Баранова представит наш город на зональном этапе Всероссийского конкурса. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Доме молодежи для ветеранов города прошло торжество, посвященное Дню защитника Отечества и 8 марта. Пенсионеров поздравили представители органов местного самоуправления и ядерного центра. Десять ветеранов получили благодарственные письма городской думы. С начала Нового года прошло всего два месяца, а Саровская городская организация ветеранов уже успела сделать немало важных дел. Самое главное направление, в котором работали члены организации – сбор гуманитарной помощи для участников зоны СВО и жителей новых регионов России. Люди закупали продукты, подарки, предметы первой необходимости. Члены городской организации ветеранов, войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов всегда активно участвуют в общественной жизни Сарова и не проходят мимо тех, кому нужна помощь. Мы в этом году очень серьезное внимание уделим именно направлению военно-патриотического воспитания. Работа в школах, работа в учебных заведениях, высшего, среднего класса. Поэтому и патриотизм он должен сегодня выходить на новый уровень. Совместные праздники, награждения и чествование активистов стали доброй традицией для городской организации ветеранов. Такие даты, как 23 февраля и 8 марта, участники также не обошлись стороной. В Доме молодежи мужчин и женщин поздравили представителей ядерного центра, городской администрации, депутаты городской думы. Вы сохраняете и приумножаете культурное наследие не только нашего города, но региона и даже в целом всей нашей страны. Я хотел бы сказать вам слова благодарности за вашу активную жизненную позицию. И надеюсь, что с течением времени взаимодействие между нашими организациями будет только укрепляться. За высокие личные результаты в общественной деятельности и ветеранском движении, значительный вклад в общественную жизнь Сарова и многолетнюю активную работу ветераны получили благодарственные письма от ядерного центра, администрации и городской думы. После торжественной части пожилые люди собрались за праздничным столом и просмотром концерта виртуального концертного зала. Женщины с наступающим праздником, а мужчин с прошедшим праздником 23 февраля. Желаем всем здоровья, душевного тепла. Ну, а награжденных особо поздравляем с наградами. Пусть в жизни будет все, что надо, чем жизнь бывает хороша. Любовь, надежда, счастье, радость и вечную юную душу. Поздравляю самых-самых милых наших женщин, как говорит слабый пол, от всех наших военных пенсионеров. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, крепкого здоровья и быть самыми-самыми красивыми на белом свете. Наши дорогие женщины Сарова, самые хорошие, самые красивые, самые любимые. С праздником вас! Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ирина Кизилова назначена исполняющей обязанности министра образования и науки Нижегородской области. Ольга Петрова, которая ранее занимала пост главы ведомства, стала заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровский драматический театр приглашает на квартирник. Камерное мероприятие пройдет 2 апреля. В этот вечер актеры Ирина Авакомова, Артем Жуков, Мария Раздобарина и Руслан Шугуров прочитают стихи, споют песни любимых авторов, возможно, сыграют эпизоды из спектаклей, а заодно выяснят, насколько зрители внимательно следят за их творчеством и историей Саровского театра. Знатоков в конце вечера наградят. Билеты на квартирник будут продавать в кассе театра и онлайн в марте. Баскетбольный клуб «Атом» приглашает саровчан на домашние матчи. В выходные наша команда встретится с основными конкурентами за выход в плей-офф. 4 марта в субботу в 13.30 на паркете юниора пройдет матч «Атома» с командой из Дзержинска. 5 марта саровчане встретятся с молодой командой «Торпеды» из Павлова. После матча «Атома» пройдут игры «Мастерс 45+. Команда «Рфеат Суниев» лидирует в областном чемпионате, не проиграв ни одного матча. Вход свободный для лиц старше 12 лет. Саров первый раз присоединился к всероссийскому чемпионату по выразительному чтению вслух страница 23. Турнир прошел на базе Дворца детского творчества. Старшеклассники городских школ прочитали отрывки сборника «Опаленные бедой», стихи Сергея Есенина и повесть «Чучело». 27 старшеклассников из 9 школ города и Саровской православной гимназии решили попробовать свои силы в читательском конкурсе. Всероссийский чемпионат по выразительному чтению страница проходит уже около 10 лет. В этом году Саров впервые присоединился к этому турниру. Школьникам предстояло экспромтом прочитать отрывки из трех произведений. Я люблю принимать участие в разных спектаклях, показывать себя. Не знаю, мне кажется, так я могу раскрыть свою душу каким-то образом и, по крайней мере, посмотреть, на что я способна. Потому что в данном конкурсе как раз-таки нам произведение не давали, нам его сразу дают, и мы, не отрепетировав, ничего не делая, сразу на ходу читаем. Мы должны сразу грузиться в атмосферу произведения, почувствовать эмоции, что творится в душе героя. Первый блок посвятили военной прозе. Ребята прочитали отрывки сборника «Опаленные бедой». Собрание рассказов саровчан, очевидцев Великой Отечественной войны, участников организации «Дети войны». В этом произведении весь ужас и боль, которую им пришлось испытать в военном детстве. Тема войны, она очень близка мне и очень интересна мне, как с исторической, так и с моральной точки зрения, человеческой. Я люблю читать рассказы о войне, и, конечно, мне очень нравится, что им посвятили такое большое количество времени, с таким вниманием отнеслись к этой теме. Зачастую читаются очень тяжелые вещи, но об этом необходимо говорить, читать, вспоминать об этом. Во время второго этапа конкурса школьникам раздались стихотворения Сергея Есенина. Тонкий лирик, мастер пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и народной души. Многие его произведения о любви, природе, родине и жизни ребятам были уже знакомы. А на третьем этапе конкурса школьники прочитали прозу для подростков, отрывки из повести «Чучело». Из 27 конкурсантов жюри выбрал четырех финалистов. Теперь им предстоит выступить на региональном полуфинале Всероссийского чемпионата по выразительному чтению в апреле-майе. Екатерина Пёнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Саровским водителям рассказали об изменениях в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта. У «Вечного огня» сотрудники госавтоинспекции вместе с учениками пятой школы провели профилактическую акцию «Я знаю ПДД». Проверить себя на знания правил дорожного движения смогли некоторые саровские водители. У «Вечного огня» сотрудники госавтоинспекции вместе с учениками пятой школы провели профилактическую акцию «Я знаю ПДД». Автовладельцам задавали несложные вопросы, а после вручали памятку о возможностях госуслуг. Электронный сервис сегодня предоставляет целый спектр услуг. Я считаю, что правила дорожного движения знать очень важно и нужно. Иногда они могут спасти жизни людей. И нам очень понравилось, что саровские водители знают правила. Мы сегодня вышли на улицу, спросили водителей саровских. Они ответили на все вопросы правильно. Мы очень рады, что у нас в городе так хорошо знают правила дорожного движения. Цель акции – рассказать саровским водителям и об изменениях в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта. В ПДД окончательно закрепили понятие средства индивидуальной мобильности и утвердили правила их использования. Изменили правила движения на круговом перекрестке, ввели несколько новых дорожных знаков. Мы проводили ее с учениками-волонтерами ЮИД пятой школы. Цель этой акции – популяризировать портал госуслуг. То есть, соответственно, мы вручали памятки касательно данного сервиса. Также рассказали водителям, что у нас вступили изменения. Потому что не все у нас отслеживают средства массовой информации, газеты читают. То есть некоторые люди у нас сильно выпадающие. Поэтому мы напомним, что нужно обязательно изучать. Еще одна профилактическая акция пройдет в преддверии 8 марта. Дорожные полицейские по доброй традиции будут поздравлять женщин, водителей и дарить им цветы. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 1 по 5 марта там работает медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектар. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, это не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 1 по 5 марта с 10 до 18.00. И только в эти дни выгодная акция. Цветочный мед 3 килограмма всего за 1 тысячу рублей. Цветочно-липовый 3 килограмма за 1200. Гречишный 3 килограмма за 1500 рублей. И липовый мед – 1800 рублей за 3 килограмма. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – 7-927-064-1390. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА